Андреас Грубер. Метка смерти. Для Трауде и Франца, Вольфгана Ули, Софи, Якобы и Терезы, а также для Мартина, Катарины, Феликса и Беньямина. «Нет врага хуже, чем враг по рождению». Поговорка. Пролог. «Помовы-ка!» – промычал мужчина с кляпом во рту. Несмотря на жару, в старом фабричном цехе было еще прохладно в эти утренние часы. Спина и руки мужчины покрылись мурашками. Он балансировал на цыпочках на двух стоящих друг на друге пустых металлических баках, пытаясь избежать судорог в икрах. Рот его заполняла пропахшая машинным маслом скрученная тряпка, туго зафиксированная застегнутым на затылке кожаным ремешком. Руки были скованы над головой, а оба наручника крепились к подвесам трубы, протянутой под потолком. «Какого черта со мной это делают?» Он – пожилой, полуслепой мужчина, у которого от подагры ноют суставы, во рту шатаются почти все зубы, а в заднице кровоточит геморрой. «Зачем меня так мучить? Проклятая сука!» Без сомнения все это устроила женщина. Та самая, которая заманила его на эту заброшенную фабрику, оглушила и усыпила хлороформом. Затем натянула ему поверх рубашки какой-то дурацкий свитер, втащила его на баки и приковала под красной полимерной трубой. «Почему именно старый скатавшийся свитер? В такую жару? У бабы точно не все в порядке с головой!» Он пришел в себя с мерзким вкусом во рту, повиснув всем весом на наручниках, которые, судя по ощущениям, едва не перерезали ему запястье. В полузабытии он еще уловил, как женщина откатила от него металлическую конструкцию. Баба должна быть чертовски сильной, кроме нее он никого не видел. И все равно он пытался звать на помощь сквозь тряпку. Но Кляп был забит так глубоко, что ему то и дело приходилось глотать все, что поднималось к горлу. «Бесполезно! Здесь тебя никто не услышит!» Окна были покрыты темными, уже потускневшими граффити, поэтому в помещение проникало мало дневного света. Он мог разглядеть ряд металлических баков, старый вилочный автопогрузчик, деревянные поддоны и несколько бочек. И еще широкие и узкие трубы, которые, многократно изгибаясь, проходили по всему цеху. Сам он висел в центре цеха, где уровень пола заметно понижался, видимо, в прошлом здесь был своего рода сток. Теперь же собрался толстый слой пыли и грязи. На внешнем крае углубления еще можно было разглядеть желтую разметку для автопогрузчиков, а также свежие следы ног и волочения. «Волочение его тела!» «Помогите!» Попытался он еще раз. «Не старайтесь!» Он замолчал. Его сердце бешено колотилось, и он прислушался. Черт, не знаком ли ему голос этой женщины? Мягкий и немного натреснутый. Наверняка старуха за шестьдесят или уже под семьдесят. Может, бывшая возлюбленная, которая решила за что-то отомстить. Или речь о том старом деле. Но я к тем бабам даже не прикасался. И как старуха затащила его сюда в одиночку? «Что это значит?» Выдавил он. Его руки и плечевые суставы ныли. Он посмотрел наверх на железную штангу, к которой крепились наручники. «Какого черта она подвесила меня именно здесь?» Он накренился и едва не сорвался с баков. Тогда бы он повис, как говяжья полутуша на крюке. Он попытался успокоиться и опять уставился наверх. Приглядевшись, заметил, что полимерная труба толщиной с руку изгибалась вниз над его головой. Прямо над ним находилось отверстие. Медленно его начала охватывать паника. Все это было не просто злой шуткой. Шаги приблизились к нему сзади. И как он не старался повернуть голову, все равно не сумел разглядеть, кто там стоял. «Только один человек может тебя спасти!» Произнесла женщина мягким голосом. «Спасти?» Подал он голос. Шаги стали удаляться. Гулкий стук башмаков разлетался по всему помещению. «Да, Мартин Снейдер», сказала женщина. «И на это у него меньше тринадцати часов». Железная дверь слязгом открылась и тяжело захлопнулась. Дважды щелкнул замок. В тишине, которая воцарилась в старом фабричном цехе, он снова поднял глаза. Широкое отверстие трубы выглядело, как черная пасть ада. «Кто такой, черт возьми, Мартин Снейдер?» День первый. Висбаден. Федеральная земля Гессен. Пятница. Двенадцатая мая. Глава первая. Дирк ван Нистельрой стоял у окна в своем кабинете и сквозь жалюзи смотрел на внутренний дворик здания. Пока что май был чертовски жарким и душным. Не таким жарким, как в прошлом году, но лето уже отчетливо ощущалось, а вместе с ним и предстоящие грозы. Почти год ван Нистельрой был президентом БК Ависбадена и прямым преемником Дитриха Хеса. Поэтому у него вообще-то была уйма дел. И как назло, именно сейчас Снейдер попросил уделить ему время для разговора. Ван Нистельрой взглянул на часы. Без пяти восемь. Насколько он знал Снейдера, тот наверняка будет сверхпунктуальным. И, конечно, почти сразу же уйдет. Он еще никогда долго не выдерживал в его кабинете. И сегодня точно не будет по-другому, когда речь пойдет об условиях его восстановления в БК А. А их нужно прояснить, потому что Снейдер уже несколько месяцев как был на службе. Тут ван Нистельрой услышал стук двери и быстрые шаги в кабинете своей секретарши. Он отошел от окна, подхватил пиджак со спинки рабочего кресла и быстро надел. В следующий момент дверь распахнулась. Снейдер, как всегда в дизайнерском костюме, буркнул худо-морхен, «Доброе утро!», захлопнул за собой дверь и подошел к письменному столу, перед которым остановился. Ван Нистельрой тоже остался стоять. Беседовать со Снейдером, сидя, было вряд ли возможно. Разговор с ним либо проходил в рекордное время и безо всякого смолотка, либо был таким эмоциональным, что клочья летели. Среднего не дано. Ван Нистельрой ослабил узел галстука. «Доброе!» «Ты обдумал мои требования?» «Да, и мой ответ – нет». Брови Снейдера сошлись на переносице. Господи, его полированное лысиное лицо казались еще бледнее, чем обычно. А вместе с узкими черными бакенбардами, которые шли от висков к подбородку, представлялись кадром из какого-то контрастного, драматического черно-белого фильма. Мужчина срочно нуждался в отпуске и отдыхе. Но Ван Нистельрой знал, единственное, что могло вернуть лицу Снейдера здоровый цвет, были охота на убийц и преподавание молодым зеленым коллегам в Академии БКА. При любой иной деятельности он погибнет самым жалким образом. «Нет!» – повторил Снейдер. Его века дернулась. «Я обсудил твое предложение с обоими вице-президентами. Мы одного мнения». «Фэфлукт!» «Проклятие! Это не было предложением!» пробурчал Снейдер. Ван Нистельрой сделал глубокий вдох и выдох. Он был уже готов вышвырнуть Снейдера из своего кабинета, но ввиду их старой дружбы, хотя дружбы это нельзя было назвать, скорее многолетним перемирием, решил сначала попробовать дипломатический путь. Кроме того, многие опытные коллеги со стажем были мертвы, почти год назад стерты с лица земли в течение нескольких дней, и он нуждался в Снейдере. Но не любой ценой, и уж точно не на условиях Снейдера. Работа в БКА – не концерт по заявкам. «Ты получишь свой прежний кабинет», сказал Нистельрой, и на пальцах перечислил следующие пункты. «Две комнаты. Твое массажное кресло уже стоит там, а твоя массажистка, как ее зовут Акико, снова может приходить. Сними детектор дыма и кури свои самокрутки с марихуаной, без которой ты, очевидно, не в состоянии работать. Выкини все растения из кабинета, если они лишают тебя кислорода, необходимого для мыслительного процесса, и пей сколько угодно ванильного чая, пока весь этаж не будет пахнуть, как тропический остров. Но на этом мое терпение заканчивается». «Насрать мне на массажное кресло и чай!» – резко отреагировал Снейдер. «Не об этом речь!» «А о чем тогда?» «Нам нужна команда, которая…» «С каких пор ты работаешь в команде?» «Я не работаю в команде!» «Мне нужна команда!» «С чего это вдруг?» «И кому эти люди должны подчиняться?» «Руководству БКА, как и все остальные пять тысяч сотрудников?» «Или они будут работать во вселенной Снейдера?» Снейдер смирил его взглядом, словно это он, президент, вдруг обкурился. «Мартин, ты не можешь просто так игнорировать все существующие правила!» – продолжил Ван Нистельрой. «Вер дома!» «Черт возьми!» Снейдер уперся руками в стол и наклонился вперед. Тыльные стороны его ладони были исколоты иглами, которые он во время приступа кластерной головной боли вводил в акупунктурные точки, пытаясь облегчить состояние. Очевидно, в последнее время эти приступы участились. «Ты отправляешь меня в мой кабинет, ежедневно заваливаешь новыми бюрократическими заданиями и думаешь, все в порядке?» Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова